Прошу прощения за временный перерыв у своего зрителя. Был в Юго-Восточной Азии. Ездил не столько отдохнуть, сколько по приглашению членов нашей диаспоры в Малайзии, а заодно и снять фильм об истории армянских колоний в Малайзии и Сингапуре. Плоды, конечно же, вы увидите до лета этого года. Так вот, пока я отсутствовал, знаю, что случился шабаш в Акханале Бедлам. Называйте как хотите. Шабаш с участием некоторых людей в Рясе, называющих себя священнослужителями. Причем, как часто бывает в таких случаях, к этому шабашу примкнули те мои зрители, которые выслушали одну сторону, не понимая в чем дело. Объявили чуть ли не вселенскую молитву за спасение моей души, мол, парень, я хороший, но нужно меня спасать. И стали молиться. Стали молиться те, кто у меня же за спиной распространяет сплетни. Называют меня еретиком, свидетелем Яговы, адвентистом какого-то там дня, седьмого, по-моему, и так далее, и тому подобное. А объяснили это тем, что я сказал, что не верю, что Богов три, то есть в троицу, что я верю только в одного Бога, одного Создателя. И никакой, мол, идиот меня не убедит в том, что Богов три. То есть Бог разделен? Да. И нет. В различии есть единство. А в единстве различие. Я что-то потерял мить. Молодой человек, вы не понимаете по одной причине, они все чокнутые. Какие у Бога дети? Может, у него и собака есть, коля или пудель. Никаких детей у Бога нет, он холостяк и очень сердит. Нет, нет, он был сердит. И что, перебесился? Вы служите древнему Богу, в котором нет любви. Неправда. Он любит евреев. Бог любит каждого. Бог есть любовь. Бог тот, кто он есть. Что в этом такого? Кто не тот, кто он есть? Но как можно показать Бога в кинокартине? Да нет у них в кинокартине Бога. А кто тогда тот хоккайзер? Господа, истину мы здесь не отыщем. Да, верно. Я и сейчас готов повторить, что Бог один. И в Него я верую. И уверен, что Иисус не Бог. Иисус создан Богом. Это ангел, явившийся в оплоти человеческом. И что я христианин. Вот за эти слова, якобы, люди в рясах объявили меня еретиком, и чуть ли не на весь армянский мир против меня стали травить. И были люди, которые действительно клюнули на эту утку и стали судорожно молиться за мою душу. Послушайте, праведники. Закончим судачество за моей спиной. И послушайте мой ответ. Во-первых, никто и никогда не вправе вмешиваться в свободу слова и свободу совести каждого индивида. Человечество – это огромный мир, в котором имеются и христиане разных направлений, и мусульмане разных направлений, и индуисты, и иудеи, буддисты. Все они тоже разных направлений. Есть даже атеисты, представьте себе. Вы об этом-то знали? Да-да. Есть и атеисты, и среди них тоже немало армян. Атеисты, которые не просто не веруют, но и вовсе поносят все божественное. А есть и армяно-католики, франги. Есть и армяно-протестанты, чьи общины широко распространены в Ливане, Сирии и других странах Ближнего Востока. США, Латинской Америки. И у всех их мировоззрение духовное расходится с мировоззрением армян-апостольской церкви. Может, вы и их обвините в неармянстве, неармянами? Это что за этноцит такой по религиозному признаку в среде своего же народа? Вы в своем уме? Зрителям же хочу сказать, которые клюнули на утку, что я плохой, потому что сказал, что Бог один. Хочу сказать им следующее. Не верьте им. Неужели вы и впрямь считаете, что только из-за этих слов я стал мишенью нападок некоторых людей в рясах? Вы правда верите в это? Тогда почему не задаетесь вопросом о том, почему они обходят вниманием армян-атеистов, которые так и вовсе не верят ни в черта, ни в дьявола? Не задумывались? Зато я вам отвечу. Проблема лежит глубже. Мое убеждение в единство Бога лишь послужило им поводом для нападок и выставить меня не в лучшем свете. Тем более, зная, что меня в данный момент нет в стране. Об этом я сообщил заранее в соцсетях. А зуб они на меня точат, потому что я крестил криптоармянина, мусульманина из Турции, которых запрещает крестить католикоз. Позвольте. А при чем тут католикоз и священники, если эти самые криптоармяне хотят вернуться в лоно церкви? В лоно церкви армян-апостольской церкви? Или Христос запрещал кого-то крестить, кто хочет прийти к нему? Я горжусь, что крещу этих криптоармян вопреки некоторым священникам и буду крестить, если они обратятся ко мне. Я уже крестил четверых криптоармяны из Турции и одного армянина-мусульманина из Марокко. И никто не вправе запрещать делать это ни мне, ни им. У меня есть прекрасные приятели среди армянских священников в Ростове, Ростовской области, Сочи, Вене, в Янгоне. Эти люди не сплетничают, а занимаются кормлением своей паствы. Тем, чем и надлежит заниматься священнику. А вы, занимающиеся шабашем в соцсетях, называя себя священниками, куда хуже в глазах Бога, чем любой другой атеист, который ведет себя так же, как и вы, но при этом не прикрывается именем Господа. И вы, как никто другие, должны знать цитату из Евангелия от Матфея в главе 7, стихе 21, где говорится «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Так что ряса и видимость праведности – это еще не показатели. Вот именно за крещение криптоармян некоторые фанатики и исполнили в мою честь шабаш. А на танец пригласили непонимающих всю суть дела моих зрителей, которые стали вдруг молиться за спасение моей души. Надеюсь, теперь мы все вместе помолимся за спасение душ этих самых людей в рясе, которые совершили этот виртуальный шабаш, введя вас в заблуждение. И более того, даже стали угрожать моим администраторам в личных переписках и диалогах. И после этого вы снова станете молиться за мою душу. Может, стоило бы позаботиться о душах тех, кто от имени Господа совершает в сетях вакханалии? Один так и вовсе написал, что Иисус – Сын Бога. Разве Сын своего Отца не есть Его продолжение? Нет, не есть. Сатана тоже Сын Бога. Его тоже создал Бог. Но это не значит, что Сатана – Бог. И мы все сыны Бога. Но мы не Боги. Далее. Я ни к какому протестантскому течению не отношусь. Не нужно меня причислять ни в какие секты. Мозги вообще отказываются понимать, почему же я, будучи свидетелем Еговы, мормоном, адвентистом и всем подряд, крещу криптоармян в армянской апостольской церкви. Почему не в протестантизме? Может, ваш мозг поймет? Мой мозг отказывается это понимать. Теперь рекомендации и риторические вопросы к этим лже-пророкам. Если вы такие ревнители христианства, истинные армян апостольской церкви, то почему тогда я, а не вы, реагирую на всяко разные толки в отношении армян апостольской церкви? Почему вы молчите, когда патриарх русской православной церкви Кирилл говорит о том, что в Османской империи турки толерантно относились к христианам? Ну, взять даже пример турецкой Османской империи. Да, были христианские меньшинства, но их никто не уничтожал. Где же вы были, ревнители, в рясах? Почему не отреагировали на слова патриарха? Почему я это сделал и отправил письмо возмущения по поводу слов патриарха в пресс-службу патриархии, московской патриархии? И почему, когда некоторые такие же, как вы, горе-священники, выступают с негативом в адрес армянской церкви, называя ее еретической, и вы при этом молчите, не отвечаете им? Христианство в армяно-григоянском варианте, они в определенных общецерковных понятиях глубочайшим образом заблуждаются. Где же ваш религиозный патриотизм? Почему в защиту армянской церкви на российском телевидении выступаю я, а не вы? Это ваша задача, вы должны защищать и вступать. Ведь по вашим словам, я грешник, а вы праведные. Где же вы в это время? Бываете праведные? Или хотите на двух стульях усидеться? Так не бывает. Об этом еще вернемся. Да, Вадим, Вадим Арутюнов, журналист. Знаете, я долго слушал, не сказали только об одном, что порой раздражителями самими могут служить и духовенство. Что, в принципе, и происходит. Что спрашивают тут у светских каких-то людей, когда духовенство такое творит? Вот вы сейчас говорили о Ереване, о диалоге. Это все, знаете, это все делается для галочки. Ну, если у нас демократия, я имею право сказать. Да, конечно, конечно. Вот буквально недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад, на одном из центральных каналов, я в санах духовных не разбираюсь, сидит, может, дичок, может, санам там поболее. Представитель духовенства. Да, представитель духовенства, по-моему, русская православная церковь, скорее всего. Звонок был в студию, у него спрашивают, вот, я крестила своего ребенка, судя по всему, звонит русская, крестила своего ребенка в армянской церкви. На что представитель русской православной церкви говорит, они еретики, туда не ходи. Ну, если между духовенством нет диалога. Вы знаете, у мусульман мне нравится, есть такое понятие умма, независимо от того, суньи, шиит, там, еще кто-то. Мне кажется, вот, в христианском мире именно этой уммы и не хватает. Христиане сами делят себя на какие-то там осколки разных христианских ветвей. Но если нет договора между духовенством, между собой, то что требовать тогда там с улицы, с проходящих, мимо, со светскими... Ну, это глупо, конечно. Кто ответит? Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, я прошу прощения, но мне кажется, вот, мы должны просто позволить друг другу быть разными. И то, что существуют разные понимания Евангелия, разные понимания Корана между христианами, эти вещи совершенно никак не мешают нам существовать вместе. Ничего в этом страшного нету. Внутри одной семьи могут быть разные позиции и понимания каких-то вещей между отцом и сыном, между мужем и женой. Что мы этим боимся? Почему мы все время, как в старые советские времена, у нас все под одну палку, все должны быть одинаковыми? Дело в том, что никто не боится этого. Эта передача транслируется по всей стране, слушают обычные люди. То есть сказали, Патин, показали, что они еретики, туда не ходить. Вадим, Вадим, насколько я понимаю, правда, господа, я хотел... Причем тут извлекается из внимания то, что эти еретики в 301 году приняли христианство. Это значит, что от дурахов все кто не застрахован. Вадим, я прошу прощения. Вадим, просто, опять же, остановимся пока на том, что Вадим привел один из примеров, что может стать. И в заключении о более важном. Однажды в Москве на большом застолье один из армянских олигархов, оборачиваясь в сторону архиепископа Езраса, сказал следующее. Мерсарбазан и цавэттанын. Я бы хотел обратиться к этому олигарху и ему подобным уносителям сарбазановских болей. Есть такой мальчик, зовут его Самвел Марданян. Ему 4,5 года. Мальчик со своей мамой борются с тяжелой формой эпилепсии. Нужно сделать три операции. Одну уже сделали. В мае этого года, 2017, предстоит вторая операция в Болгарии. Так вот, этот мужественный мальчик куда больше нуждается в вашем внимании и унесении его боли, чем сарбазан. Представьте себе. Если каждый из вас, кто молился за мою грешную душу и поносил меня, пока меня не было, внесет свою лепту, это будет самая замечательная молитва. Если каждый армянин, плотник, бизнесмен, священник, врач, инженер, студент несет свой посильный вклад, будет очень по-армянски, очень по-христиански. И религия тут ни при чем. Как вы видите сейчас на экране перед вами, когда я размещал пост об этом мальчике. Для этого доброго человека с открытым сердцем Бог один. Называют его по-разному. Надеюсь, к этому вопросу мы больше не вернемся. У антитопора другая задача, и она известна. И мешать мне не нужно, совершая диверсию изнутри своего же народа. Да благословит вас Господь!